В этом году нас правительство решило кинуть на 60 миллионов лей. Я хотел бы эту всю информацию довести до бельчан, до всех граждан страны, потому что понятно, что Дадон раздает обещания, правительство раздает обещания, но раздавать обещания за счет того, что второй город в стране недополучает 60 миллионов лей, меня вообще не интересует предвыборная кампания Дадона и всего, что с этим связано, но за счет нас делать себе пиар-компанию мы точно не позволим. Я хочу заявить со всей ответственностью, что социальные работники, прямые трансферты у учителя, вот эти все задержки, люди о них будут уведомлены. Люди и так работают многие за мизерные зарплаты, а правительство решило эту ситуацию еще ухудшим. Самое интересное, в субботу министр финансов пригласил руководство муниципи Белс, для того, чтобы обсудить проблему, которую, кажется, создал муниципи Белс, а именно то, что мы не гасим 25 тысяч долларов проценты и кредит, который муниципальное предприятие Аппоканал взяло в 2006 году, то есть 25 тысяч долларов – это полмиллиона лей. И для этого министр финансов как бы в субботу, в выходной день, как бы приглашает разобраться. Но на наше письмо, отправленное министру финансов, о том, что у города забрали 60 миллионов лей, отправили 15 января, ответа как бы не поступило. Мало того, что только с приходом в премарию нас в 2015 году мы начали выплачивать по этому кредиту 3 миллиона долларов. Да, он был взят 3,5. Всего 4,5 миллиона. Всего 4,5. Значит, мы начали его гасить, потому что до нас этого не делали. Значит, но тут очень интересно получается ситуация. Значит, я предлагаю Аппоканал все-таки обсудить чуть позже. Сейчас нужно людям просто объяснить, бельчанам и вообще всем, чем там наши начальники в Кишиневе занимаются. Значит, каким образом и какие жизненно важные сферы лишены денег. Давайте поподробнее. Я думаю, на русском языке, чтобы было всем понятно. Начиная с образования, культуры, спорта. Я хочу, чтобы люди знали реальную ситуацию в стране, а не ту, которую рисуют там какие-то телеканалы. Давайте по порядку. Значит, ну, проще всего, наверное, начать с тех 40 миллионов, да, о которых первоначально шла речь, которые вообще у нас просто забрали. Значит, в декабре 2018 года понизили ставку подоходного налога с физических лиц с 18% до 12% и уменьшили личное освобождение. За счет этого муниципий потерял 40 миллионов доходов. И по закону нам эти 40 миллионов должно государство компенсировать, потому что они не могут проводить налоговые реформы за счет местной публичной администрации. Вы на 2020 год нам подняли отчисление с 45% до 50%, то есть составляет нам. И этим якобы нам компенсируют там, ну, до 15 миллионов. А 25 миллионов, так нам никто походу компенсировать и не собирается. А 25 миллионов доходов – это те деньги, которые мы можем потратить на любые цели муниципия для развития, для инвестиций, которые просто у нас не додали, скажем, и они вообще не предусмотрены даже по законному бюджету. То есть, с точки зрения пиара, значит, у нас подоходы из 18%? Да, понизили на 12%. На 12%? Ставку. Ставку налога с физических лиц. То есть показали людям, что о них заботятся. Да, за счет, за наш счет. За счет примарения. За счет примарения. Всем понятно, да? Да. Так. Это что касается 25 миллионов. Теперь, что касается 36 миллионов, да, то есть это по группе спорт нам не додали 8 миллионов, 5 миллионов из которых на зарплату, 3 миллиона – это на коммунальные услуги. Просто… То есть эти деньги предлагают искать нам? Да. Как-то так получается. На садике 12 миллионов, на школы 10 миллионов, на внешкольное образование еще 4 миллиона, на социальные вот эти моменты, что вы говорили, еще 1 миллион. То есть получается, что 36 миллионов, те, которые вот расписаны здесь, и 25 миллионов, которые нам должны были компенсировать за счет вот этой новой реформы, того, что 60 миллионов, муниципальный бюджет не предусмотрен в государственном бюджете на 2020 год, этих 60 миллионов. Поэтому 15 января мы написали обращение к министру финансов, для того, чтобы они обратили внимание на этот момент, и при уточнении или изменении бюджета искали возможности нам это компенсировать. Когда обсуждался бюджет, там шла речь о том, даже в проекте закона было, чтобы дать муниципию оставить половину, 50% от подоходного налога с юридических лиц. Вот эта сумма, она где-то и была, около 60 миллионов. И поэтому мы на стадии разработки бюджета сидели как бы спокойно, потому что думали, что парламент примет вот эти 50% налога с юридических лиц, и у нас эти 60 миллионов будут, а когда уже были приняты все решения, и парламент не проголосовал за это изменение, проголосовали только 45 до 50% физическим лицам. И мы окончательно расстроились и потеряли эти 60 миллионов, поэтому сразу написали письмо министерству финансов. Понятно. То есть я хочу отметить, что если бы даже в городе оставалось 50% от юридических лиц, то не возникло бы этой дыры у нас, правильно? Плюс у нас были бы еще какие-то деньги на развитие. Поэтому те, которые считают, некоторые бельские депутаты, каких успехов они добились, повысив 45% до 50% то, что остается в бельцах от физических лиц и ноль от юридических, то проблема не просто, то есть в бельцах не то, что не появилось дополнительных денег, за счет этого бельцах даже, то есть у нас недополучаем 60 миллионов получается на 2020 год. Почему вы сегодня лишаете управления, образования каких-то денег? Почему сегодня должен страдать спорт? Я выведу всех бельчан на протесты, и мы тогда разберемся и с тарифами на отопление, и на электроэнергии.